Доброе утро, Израиль! 35-летие со дня ухода великого Владимира Семеновича Высоцкого. И по этому поводу мы хотим сегодня с вами побеседовать. Расскажите немного о проекте, который связан с этой легендарной личностью. Наш проект называется «Владимир Высоцкий. Звучит на иврите». Концерты наши идут уже три года. Переведено нами около 50 песен Высоцкого на иврите. 44 из них мы включили в книгу, которая называется «Владимир Высоцкий. Медабер иврит». Владимир Высоцкий звучит на иврите. Книга на иврите и на русском, то есть параллельно. И диск к ней подкрепляется. И вот уже концерты идут три года. По всей стране приходит публика, которая хочет понять, о чем поет Высоцкий. Откуда у вас такая любовь к Владимиру Высоцкому? Вы приехали в Израиль в 72-м году. То есть совсем юный человек. Ну, в 16 лет, когда начинаешь играть на гитаре, то есть начинаешь играть и поешь Битлз и Высоцкого. То есть в мое время уже он был довольно популярен. Но как взрослому понять его тексты, вот сейчас, когда все тысячи песен его можно уже прочесть в книгах, ведь они же запрещались, они издавались в печати, то понимаешь, какое универсальное значение у этого поэта и какая актуальность есть у его песен сегодня в Израиле. Совершенно верно. Но вот сейчас на дворе 2015 год. Какое место занимает Владимир Высоцкий в Израиле сейчас? Для меня, когда я пою Высоцкого на иврите, эти песни как будто бы написаны сегодня в Израиле. Возьмите, скажем, песенку о козле отпущения. Или притча о правде и лжи. Или дурачина простафиля. Эти образа как бы сейчас крутятся у нас здесь. Или военные песни, которые мы уделяем большое-большое место, особенно в ближайшем концерте. К сожалению, они всегда актуальны в нашей действительности. И песни эти, в принципе, мы наших концертов именно хотим петь о Высоцком здесь. Не о Высоцком там, а подать его песни, чтобы они звучали и волновали. Актуальны у нас. Я предлагаю послушать сейчас фрагмент, потом вернемся к нашей беседе. Пожалуйста. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы втроем. То есть перевод совместный моей, мой подстрочный перевод, а ивритские версии написаны Тамарой, моей женой, поэтессой, которая пишет. То есть она из этого сделала песню, литературную, да, сделала стихи. Сын наш, Дани, выступает вместе со мной, он музыкант. Мы видели его сейчас со мной. На сцене он был вместе со мной. Он и поет, и играет на трубе, на мандолине. И осуществил вот иллюстрации к этой книге. Иллюстратор. Водческая семья. Называется у нас группа Амитай, Цевет Амитай. Мы, в принципе, люди театра. И вот этот проект, это один из наших совместных проектов, который мы осуществляем, так же, как и спектакли, и детские, и спектакли для взрослых. Вообще песни Владимира Высоцкого уже были переведены на иврит. Почему вы вновь решили обратиться к его творчеству, перевести заново? По каким критериям выбирали вот те самые музыкальные композиции? Наши предшественники, Леорейни, Аркадий Духин, музыканты. Мы люди театра. И мы хотели подать Высоцкого как поэта и как рассказчика. То есть подать его драму. У нас выбор песен немножко иной. У нас много песен рассказов, песен диалогов, где мы поем в разных образах. И мы хотели очень сделать ударение на текст. То есть как люди театра, музыка у нас сопровождает тексты. И Тамара могла передать это... Тамара, по-моему, сделала очень хорошую работу. С помощью высокого, хорошего иврита. Приходили к нам русскоязычная публика с очень скептическим подходом. Как-то Высоцкого нельзя перевести. А после концерта жмут руки, говорят, да. Можно. Вот как раз-таки о публике хочется спросить. Уже, Вы сказали, три года существует этот спектакль. Меняется ли публика? Становится моложе, становится старше? Более ивритоязычная, может быть, становится публика? В основном приходит ивритоязычная публика. Да, есть люди, которые любят Высоцкого. Есть у них дома его кассеты. Но никогда не могли понять и узнать, о чем поет Высоцкий. Многие жители Машалов и Кибуцев слушают Высоцкого. Да, и очень много любителей поэзии. Энергия Высоцкого всех зажигает. А когда они понимают, о чем он поет, то есть у них есть возможность узнать Высоцкого как поэта, то у них раскрывается мир. И русскоязычная публика тоже приходит. Иногда отцы и дети, внуки и дедушки, и бабушки. Потому что то, что дедушка слышал по-русски, его внук поймет совершенно четко. Да, у них как бы встреча такая, заново узнать друг друга. Встреча поколений, да. Завтра намечается такая встреча, Ваш концерт, что там зрители услышат? Завтра в ЦАФТе в 8.30 очередной концерт Владимир Высоцкий звучит на иврите. Мы будем, во-первых, посвящаться 35-летию. Будем петь такие песни, как «Расстрел горного эха». Вот, военные песни тоже будут там. Песни-рассказы. То есть опять мы хотим еще больше подать драму, рассказы Высоцкого. Такие песни, как «Случай в ресторане», «Тот, который не стрелял», «Рядовой Борисов». Такие песни, которые неизвестны были еще в Израиле. И вот посмотрим, как публика. И, кстати, будет и две песни «Булата Куджава». Игорь, спасибо, что Вы пришли, за то, что Вы занимаетесь столь важным, интересным делом для русскоязычной культуры. До новых встреч, удачи завтра на концерте. Мы пока посмотрим рекламу и вернемся к нам в утреннюю студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова